Это Роллс-Ройс Кулинен 2019 года, и это буквально Роллс-Ройс среди внедорожников, и это первая попытка Роллс-Ройс входа в мир внедорожников, в котором уже существуют модели от таких марок, как Ламборгини, Бентли, Альфа-Ромео и Мазерати. Но есть два ключевых отличия между данным и теми автомобилями, а именно, он более люксовый, и он более дорогой. Насколько именно дорогой, мы пока не знаем. Кулинен не поступит в продажу еще несколько месяцев, и поэтому официальные расценки еще не были анонсированы, но по слухам предполагается, что он будет стоить где-то между ГОСТ и Фэнтом, это значит, что это где-то в районе 300-400 тысяч долларов. Это много денег, но все-таки Кулинен это много машины. Он построен на платформе Фэнтома и оснащен двигателем Фэнтома Твин Турбо В12, который выдает 570 лошадиных сил и 850 ньютон-метров крутящего момента. Я одолжил этот Кулинен Вагера Коуч, здесь, в Лохое, штат Калифорния, и это салон Роллс-Ройс, здесь, в пригороде Сан-Диего, помимо прочих марок, и их шоурум это действительно завораживающее зрелище. У Герри этот Кулинен временно предоставила компания Роллс-Ройс, и он еще не продается, и это значит, что я пока не смогу на нем поездить. Но я сделаю полный обзор вождения, когда Кулинен официально поступит в продажу в течение следующих нескольких месяцев. Но то, что я не смогу на нем поездить, не значит, что я не смогу вам его показать, поэтому сегодня я устрою для вас всесторонний обзор Кулинен, который почти наверняка станет самым дорогим когда-либо выпускавшимся серийным внедорожником в мире. И я покажу вам все фишки и особенности этого новейшего ультравнедорожника. И если вы хотите знать, сколько стоит такой в России, кликайте по ссылке из описания, чтобы перейти на автору, где такой, разумеется, уже есть в продаже, разве что только не в наличии, а под заказ, однако цену в рублях вы уже можете там посмотреть. Я начну снаружи, с дверей, и одна небольшая заметка. Я недавно обозревал новый Роллс-Ройс Фэнтом, люксовый седан, и очевидно в этой машине много общего с Фэнтом, поэтому некоторые вещи нам встретятся во второй раз, но чтобы быть подробным, насколько возможно, я хочу показать все, и поэтому я начну с дверей. Так вот, когда вы хотите попасть внутрь, вы просто тянете дверную ручку, и дверь открывается, как дверь обычной машины, но когда вы хотите закрыть дверь, здесь уже совсем не по-обычному. Ставите палец вот сюда, нажимаете, и дверь закрывается автоматически. Поэтому вам не придется прилагать никаких усилий для закрытия дверей вашим кулинарам. И разобравшись с дверью, теперь мы перемещаемся внутрь. Но с дверью мы пока еще не закончили. Во-первых, стоит заметить, что на торпеде слева от рулевого колеса есть две небольшие неподписанные кнопки. Эти кнопки закрывают двери. Та, что слева, очевидно, закрывает дверь с левой стороны, а та, что справа, закрывает дверь с правой стороны. И это значит, что вам не нужно находиться снаружи кулинарам, чтобы автоматически закрыть двери. Вы также можете сделать это отсюда. Это значит, что вам никогда больше не придется тратить усилия на закрытие дверей. Вы заметите, что эти двери не открываются автоматически. Я уверен, что так и задумано. Я думаю, Rolls-Royce боялись, что если кто-нибудь припаркует его слишком близко к чему-нибудь, а потом откроет дверь при помощи электропривода, а потом она обо что-то ударится, и покупатель очень разозлится и никогда больше не купит Rolls-Royce. В любом случае, переходим к другой интересной части двери, на самой дверной панели. Как видите, она в очень хорошей коже, очень хорошо выполнена. Но самое крутое, это небольшая эмблема духа экстаза, тисненная на коже на дверной панели. Очень высококачественно, очень высококлассно. И далее переходим о двери. И, очевидно, мы должны обсудить дверные пороги, которые вы переступаете, чтобы сесть внутрь. Как видите, они имеют очень красивую алюминиевую отделку, и на них написано Kulinan. Сделано это очень хорошо и высококачественно. Конечно же, они еще и с подсветкой. Любопытно, что на порогах написано Kulinan у всех четырех дверей. Они не поскупились, не поставив пороги с надписью Kulinan сзади. Они очень высококачественные и выглядят очень круто, вне зависимости от того, где вы сидите. Любопытно, что это одно из всего двух мест, где написано Kulinan во всем этом интерьере. Совсем скоро я расскажу про другую надпись. Но перед этим я, вероятно, должен упомянуть, почему он вообще называется Kulinan, что довольно странное название. Он называется Kulinan в честь алмаза Kulinan, который, по-видимому, является самым большим алмазом в мире, который был найден в 1905 году. Я полагаю, что это подходящее название для самого большого Роллс-Ройса. Наша следующая красивая особенность находится с другой стороны порога. Это напольные коврики. Взгляните на них, они совершенно прекрасны. Они сделаны из такого толстого коврового покрытия, что вам просто хочется снять ботинки и сразу же поставить на них ноги. Или просто положить на них лицо и прижаться. И, очевидно, напольные коврики не единственный ультравысококачественный предмет в этом интерьере. Я сейчас упомяну пару других очень высококлассных вещей, которые есть только в самых лучших люксовых машинах. Например, джойстик для изменения положения зеркал. Вот в ваших машинах это, вероятно, маленькая пластиковая крутилка, которую вы двигаете и регулируете зеркала. В данной машине это такой высококлассный, тяжелый алюминиевый джойстик. И вы двигаете его, чтобы двигать зеркала более изящно, чем в обычной машине. И как насчет отсека для предметов прямо позади центральной контрольной панели? Вы нажимаете на алюминиевую часть, чтобы она опустилась, но когда вы захотите поднять ее обратно, вам не нужно двигать ее вручную. Вы просто нажимаете на нее, и она автоматически сдвигается обратно на место, чтобы вам не пришлось совершать никакой работы самому. Другая невероятно высококлассная деталь в этой машине, как и в большинстве машин, здесь есть крутилки для климат-контроля. Вы можете ими регулировать, сколько воздуха поступает в салон. А вот чего нет в большинстве машин, так это кожи на этих крутилках. В этой машине есть обитые кожей крутилки климат-контроля, просто чтобы каждая поверхность, к которой вы прикасаетесь, была роскошной. Если вам недостаточно кожи на крутилках климат-контроля, как насчет слов, которые они использовали для описания скорости вентилятора, это не низкая или высокая, и не раз-два-три-четыре. Вместо этого тут максимальная высокая, средняя и мягкая. И в Кулинен вы убавляете обдув не на низкий, вы убавляете его на мягкий. Другая интересная вещь – это панель освещения, вот здесь на потолке, которая довольно высококлассная. На ней есть четыре различных серебряных переключателя, которые включают различные вещи. Те, что слева и справа включают индивидуальные светильники для чтения, которые плавно загораются и гаснут, когда вы нажимаете на переключатель. Они включаются сразу же. Но те, что в середине, еще более впечатляющие. Один из них включает всю панель освещения, которая создает такую приятную атмосферную подсветку. И другой включает только переднюю половину. Опять-таки, это не жесткий прямой свет, а скорее такой приглушенный тихий мягкий свет, который не портит приятность кабины. Другой высококлассный люксовый штрих в этой машине – это часы. Здесь нет цифровых часов, которые просто находятся в середине торпеды и являются функциональными. Вместо этого здесь красивые аналоговые часы, на которых снизу написано «Кулина». И это то самое другое место, где в кабине появляется надпись «Кулина». Так вот, странно. Из-за того, что она там размещена, ее на самом деле трудно прочитать с водительского места, что, я думаю, является одной из нескольких ошибок внутри этого салона. Другая ошибка – это селектор трансмиссии. Я жаловался на него в «Фэнтом». Селектор трансмиссии просто кажется слишком хлипким и дешевым, чтобы присутствовать в невероятно высококлассном люксовом автомобиле, как «Кулина». Далее переходим от всех люксовых штрихов к некоторым более необычным кнопкам и переключателям в этом интерьере. Стоит упомянуть, что это самый первый полноприводный Rolls-Royce. И так как это внедорожник, он все-таки спроектирован, чтобы хотя бы минимально ездить по бездорожью. Мне нравится, что здесь есть гигантская кнопка на центральной консоли, на которой написано «Off-Road», вместо, например, шести различных опций меню для разных типов покрытия, на котором вы находитесь. В этом автомобиле все просто. Вы либо на дороге, либо не на дороге. Если вы не на дороге, то вы нажимаете эту кнопку. С учетом сказанного, здесь есть три различных режима подвески. Вы можете выбрать высокий, средний и низкий. Низкий предназначен для облегчения посадки и высадки, в то время как высокий вы будете использовать, если хотите поездить по бездорожью на своем Кулинен. Наша следующая интересная вещь в этом автомобиле есть панорамный люк, что неудивительно. В большинстве дорогих внедорожников он есть. Интересная вещь именно в этом, то, что он открывается невероятно широко. У него, наверное, самый большой просвет среди всех панорамных люков, что я видел. На самом деле, я представляю, что когда вы едете, то, наверное, кажется, что вы едете в кабриолете, когда полностью открыт люк. Другая интересная вещь в этой машине, если вы хотите изменить температуру, и в практически любой другой машине вы устанавливаете определенный градус температуры, который вы хотите. В этом автомобиле по-прежнему остались такие старомодные сине-красные слайдеры. Если вы хотите больше тепла, то вы поворачиваете его в сторону, чтобы было видно больше красного, и он будет дуть больше теплого воздуха. Если хотите больше холода, то поворачиваете его в сторону, чтобы было видно больше синего, и получаете холодный воздух. Это очень странно сделано. Это отсылка к старым моделям Rolls-Royce, в которых тоже так было. И Rolls-Royce по-прежнему так делает, даже несмотря на то, что практически все прочие люксовые машины и перешли к настройкам на определенную температуру. Наша следующая интересная вещь в этом автомобиле, очевидно, в Кулининг есть подогрев сидений, но еще в нем есть сидение с массажем. Так вот, во многих люксовых автомобилях есть сидение с массажем, но в этом есть 8 различных режимов массажа, которые могут работать с тремя различными настройками интенсивности. Поэтому здесь 24 различных типа массажа, которые вы можете выбрать, пока едете по дороге, или же пока едете на переднем пассажирском сидении, так как это сидение тоже с массажем. Другая интересная вещь, здесь есть 8 серебряных кнопок под экраном мультимедийной системы, и обычно это были бы 8 пресетов радио практически в любой другой машине. А в этом автомобиле этими 8 кнопками можно делать почти что угодно. Вы можете назначить на них любые вещи, включая, например, включение управления климат-контролем, если захотите включение навигации. Но это не самая крутая вещь из них. Зацените, вам даже не надо трогать эти кнопки, чтобы увидеть, что они делают. Просто проведите по каждой из них пальцем, и центральный экран покажет вам превью того, что назначено на эту кнопку, на случай, если вы забыли. Это удивительно круто. Номер 8 выводит меню духа экстаза. Это статуэтка на капоте спереди. Логотип Rolls-Royce. Используя это меню, вы можете автоматически его опустить, если захотите, и затем он прячется в свой домик, если, например, вы едете по району с высокой преступностью и беспокоитесь, что кто-то может его своровать. И когда вы вернулись в свой элитный поселок, вы заходите обратно в меню духа экстаза в вашей мультимедийной системе, и вы можете автоматически поднять дух экстаза обратно, чтобы все понимали, что вы в Rolls-Royce. Раз уж мы заговорили об этом экране, то стоит заметить то, что есть пара интересных фишек в мультимедийной системе Rolls-Royce. Одна из них — то, что вы можете настроить высоту поднятия задней двери. В немногих машинах такое есть. Обычно это небольшая ручная крутилка сзади задней двери, а в этой тачке это функция в мультимедийной системе. Если, например, вы припарковались в низком гараже и не хотите, чтобы задняя дверь полностью открывалась каждый раз, когда вы паркуетесь, вы можете настроить ее, чтобы она открывалась ниже и не задевала потолок вашего гаража. Это довольно хорошая идея. Далее, если вы зайдете в настройки функции безопасности, мне там очень нравится графика, которую они сделали, потому что там везде показан Кулинен, который что-то делает. В распознавании пешеходов изображено, как Кулинен наезжает на пешехода, который выглядит как странный призрак. Не знаю, довольно странно. Потом тут у нас традиционное предупреждение о смене полосы, предупреждение о лобовом столкновении, а потом вы спускаетесь до мониторинга слепых зон. Это мой любимый раздел, потому что в графике, объясняющей работу датчика слепых зон, изображен Кулинен, мигающий поворотником, и он продолжает мигать и мигать так долго, сколько вы остаетесь в этом меню. Это необычно хорошее внимание к деталям, очень впечатляюще. Немного более странная вещь, которая есть в этой машине, это режим, который есть в ее мультимедийной системе. Это режим цепей противоскольжения. Если вы одели цепи противоскольжения на свой Кулинен, вы можете туда зайти и сообщить мультимедийной системе, что на автомобиль установлены цепи противоскольжения, и затем максимальная скорость будет ограничена до 50 км в час, и, возможно, трансмиссия будет себя вести и начали распределять мощность по-другому. Странно, вот кто вообще когда-нибудь будет одевать цепи противоскольжения на Кулинен? Шофер, вот кто. Далее мы переходим к системе камер. В Кулинен есть традиционная камера заднего хода, традиционная камера с круговым обзором сверху, и он также позволяет вам приблизить любую область, и он как бы показывает изображение Кулинен, когда вы так делаете. Но зацените вот что. Вы можете также выбрать панорамный обзор, и вы можете увидеть сам Кулинен, когда вы поворачиваете камеру. Я уже рассказывал про эту функцию в нескольких различных люксовых машинах, но тем не менее она по-прежнему достойна упоминания, потому что это одна из самых безумных функций в автобизнесе. Далее у Кулинен есть подогрев сидений, естественно, но стоит упомянуть, что в нем есть еще одна вещь с подогревом, это подлокотники. Вы заходите в мультимедийную систему и выбираете подогрев переднего подлокотника, и он включается вместе с подогревом сидения, с пассажирской либо с водительской стороны. И даже сзади вы можете выбрать включение подогрева заднего подлокотника при включении подогрева сидений. Поэтому ваши попы и спина не должны быть единственными частями тела, которые будут греться, пока вы едете в своем Кулинен. Далее мы переходим к настройкам громкости мультимедийной системы Кулинен. Тут нет ничего особенно интересного, за исключением того, что тут вы можете менять громкость колокольчика. Это не так уж и странно, во многих машинах вы можете так делать, но странно то, что в этой машине он называется громкость Гонга. Это довольно необычно, но моя любимая вещь в настройке громкости Гонга, что когда вы непосредственно заходите туда, чтобы послушать, насколько громко вы его хотите, он воспроизводит этот Гонг колокольчика. Это самый приятный и чудесный звук колокольчика, который звучит, когда ваши двери открыты, или же ваши ремни пристегнуты. Он такой приятный и спокойный, прямо как сам Кулинен. И далее мы переходим к статусу автомобиля, и тут находится моя любимая вещь. Вы можете измерить уровень масла изнутри машины. Как видите, сейчас здесь написано уровень масла в порядке, но мне этого недостаточно, я хочу его измерить, поэтому я кликаю на «Измерить уровень масла», и затем вы ждете, и ждете, и ждете, и ждете. Весь процесс занимает около двух минут, пока он доберется до 100%, но когда он наконец достигнет 100%, вы увидите, что там будет очень четко написано, ну, что уровень масла в порядке. То же самое, что там и было написано раньше, тем не менее, по крайней мере, теперь мы можем быть уверены. Другая интересная вещь в этой мультимедийной системе, это инструкция владельца, это потому, что в ней есть мультфильмы. Вы это вспомните, если видели мой обзор «Фэнтом», но странно то, что в этой машине в мультфильмах по-прежнему изображен «Фэнтом», а не «Куллинан», что чрезвычайно разочаровывает. Ну что же ты, Роллс-Ройс, если хочешь показывать мультфильмы, делай их правильно. Вот сейчас я смотрю мультфильм про круиз-контроль, и мы обгоняем «Мини». О, мы обгоняем «Х-пятый». Хорошая работа, «Фэнтом», хорошо едем. Ой, подождите, нас обогнала «семерка», что это такое? Мы такого не позволим. О, смотрите, эта «пятерка» едет слишком медленно по полосе для обгона, постранись, эта «Х-пятый» хочет обогнать. Давай, естественно, не без разницы, что там мужик говорит. Но мультфильм хороший, он мог бы быть лучше, если бы в нем был «Куллинан». Далее мы переходим к заднему ряду, и мы должны начать с просто посадки назад. И поэтому первая фишка сзади – то, что двери с задними петлями. И это облегчает доступ, когда шофер вам открывает дверь. Так вот, так же, как и передние двери, задние двери автоматические, поэтому вы нажимаете на дверную ручку, и двери закрываются автоматически. Другая интересная фишка в задней двери, которая есть во многих моделях Rolls-Royce. Тут есть встроенный зонт. Нажмите эту небольшую кнопку, зонт показывается, и вы можете его просто поднять. По задумке, он размещен здесь, чтобы хороший шофер мог в одно движение просто открыть дверь, нажать кнопку зонта, и затем приготовить зонт еще перед тем, как дверь открылась. Таким образом, пассажиру никогда не придется мокнуть. Перемещаемся на задние сидения. Здесь есть несколько интересных вещей. Одна из них, опять-таки, то, что вы можете закрыть двери автоматически отсюда. Вам не нужно быть снаружи машины. Нажимаете небольшую кнопку рядом с вашей головой, рядом с задней форточкой подписаны дверь, и дверь просто закрывается автоматически. И опять-таки, вам не придется прилагать никаких усилий к этому. Другая интересная вещь рядом с этой кнопкой двери, это другая небольшая кнопка. Она управляет электроприводом подголовника. Вы можете нажимать ее вверх и вниз, и подголовник будет автоматически подниматься или опускаться, чтобы принять желаемое вами положение. Потому что, конечно же, он и должен так делать. Когда вы сюда садитесь, первое, что вы замечаете, здесь нет экранов. Получается, задние пассажиры здесь должны просто сидеть? Ох, а вот тут вы ошибаетесь. Если вы нажмете небольшую кнопку слева от сидения перед вами, то небольшой раскладной столик автоматически раскладывается и открывает позади себя небольшой экран. Экран выключен. Но если вы нажмете маленькую кнопку с правой стороны сидения, то экран не только включится, но еще и как бы автоматически разложится наружу, чтобы принять положение под идеальным углом обзора, чтобы вы теперь смогли пользоваться экраном перед вами. Здесь по одному такому экрану с обеих сторон, сзади этой машины. Так что именно есть в этих экранах? Ну, практически все. Практически все, что есть у водителя в мультимедийной системе. Вы можете сменить радиостанцию, вы можете почитать инструкцию владельца и посмотреть эти смешные иллюстрации. Вы даже можете установить пункт назначения в навигации и отправить его вперед водителю, пока вас возят в вашем куленен. Еще у вас есть моя любимая функция в этих экранах. Это ваши собственные аналоговые часы, потому что из этого положения вам не видно часы куленен на торпеде, потому у вас есть свои собственные часы на экране. Они могли бы сделать и цифровые часы, чтобы было гораздо проще определить время, но это же Rolls-Royce, даже на экранах часы аналоговые. Когда вы закончили с вашим экраном, вы просто нажимаете эти две кнопки снова, нажимаете ту, что справа, экран выключается и складывается обратно, нажимаете ту, что слева, и раскладной столик складывается обратно в сидение. И получается, что экрана тут вообще как будто и не было, на случай, если вы хотите ехать в вашем куленен в более простой обстановке. Пара других интересных вещей тут сзади. Во-первых, это задняя форточка, которая просто огромная. Данный автомобиль в этом плане немного странный. Здесь нет окна над грузовым отсеком, как в большинстве внедорожников. Вместо этого Rolls-Royce как бы сместили окно вперед, поэтому оно непосредственно рядом с вами, когда вы сидите тут сзади. Странно, что когда вы опускаете заднее окно, то оно как бы оказывается далеко спереди от вас. У него силуэт линии крыши почти как у лондонского такси, это довольно странно. А еще тот факт, что Rolls-Royce также сильно постарались сделать все таким же люксовым тут сзади, как и спереди. Например, даже вент-отверстия, которые дуют воздухом вам в ноги, когда вы тут сзади сидите с включенным климат-контролем, даже они выполнены из алюминия. Даже несмотря на то, что с сидениями в их обычном положении, вы, вероятно, их даже никогда и не увидите. Но просто на случай, если вы все-таки их увидите, Rolls-Royce пришлось сделать их из алюминия, потому что они не согласятся ни на что, кроме самого лучшего. А вот очень странная функция Кулинон. Пока вы сидите на заднем сидении, вы можете автоматически сложить другое заднее сидение. Здесь есть две небольшие кнопки, спрятанные в каждой дверной панели. Вы нажимаете ту, что соответствует сидению, которое вы хотите сложить, и затем оно складывается автоматически. Так что, если вы тут сидите и хотите что-то взять из багажного отсека, и не можете туда подобраться, то нажимаете на нее, сидение складывается, и вы можете взять то, что вам нужно. И вы можете поднять сидение обратно вверх. Вы нажимаете небольшую кнопку еще раз, и сидение поднимается обратно на место. Я никогда не видел никакую другую машину, которая позволяла бы вам делать это из пассажирского отсека. Такое было только сзади. Это довольно круто. Так вот, я пытался отпустить сидение, на котором я сидел, и, к сожалению, Кулинон не позволит вам это сделать. Вместо этого звучит гонг. Хочешь знать, сколько стоит Роллс-Ройс Кулинон в России? Кликай по ссылке снизу, чтобы посетить Автору. Там, само собой, разумеется, уже есть такой. Далее мы переходим к задку этой машины, где есть пара интересных фишек и особенностей, как вы могли ожидать, учитывая, что Роллс-Ройс обычно не выпускает автомобили с задними дверями. Так вот, для начала задняя дверь открывается довольно необычным образом. Открывается верхняя часть, и затем нажмите небольшую кнопку, и нижняя часть открывается отдельно. Получается, это раздельная дверь. По задумке, здесь вы можете устроить приятный пикник на вашей задней двери, если вы захотите. В Рейнджеровере также. Здесь есть пара интересных вещей в задней двери. Во-первых, то, как вы можете ее открыть. Вы можете сделать, как сейчас сделал я, нажать кнопку тут сзади, но еще есть кнопка спереди. На водительской дверной панели, которую вы можете потянуть, она откроет заднюю дверь. Безумная вещь в этой кнопке то, что, нажав ее в другом направлении, она также и закроет заднюю дверь. Что необычно. В большинстве машин есть электропривод открытия багажника, но из-за ответственности за качество продукции, автопроизводители боятся делать электропривод закрытия. Но, по-видимому, у Роллс-Ройса это не беспокоило. Другая интересная вещь задней дверью. Есть опция за 30 тысяч долларов, с которой тут сзади будет два сидения. Два таких повернутых наружу сидения, чтобы вы могли устроить пикник в сидячей роскоши вашего Роллс-Ройса. Естественно, вы не можете сидеть в этих сидениях на ходу, но они там для пикников. Или для, возможно, охоты на лис, я не уверен. Здесь есть пара интересных фишек в багажном отсеке, которые стоят упоминания. Самое интересное, что пол может изменять свою форму. Я серьезно, в данный момент он как бы задран вверх-зади. Но если у вас есть особо большой предмет, вы можете нажать эту небольшую кнопку сверху нижней части задней двери, и пол автоматически станет ровным, что действительно впечатляюще и довольно необычно. Другая интересная вещь. Очевидно, вы можете отсюда сзади сложить заднее сидение. В большинстве люксовых внедорожников есть эта функция. А этот уникален тем, что он позволяет вам еще и поднять заднее сидение на место. Они автоматически принимают свое обычное положение, если вы нажмете кнопку в другом направлении, что довольно крутая небольшая функция. Но давайте вернемся к тому, что задние сидения складываются. Так вот, когда они сложены, вы можете использовать эту кнопку, которая изменяет высоту пола, чтобы как бы его поднять. И таким образом пол теперь заподлицо с задними сидениями. И таким образом, если вы попытаетесь погрузить сюда назад какой-то большой предмет, то он не зацепится за спинку заднего сидения. И это практически значит, что багажный отсек может трансформироваться от полностью плоского до как бы наклонного в уровень с задними сидениями. В зависимости от того, что вам нужно для какого-то конкретного груза. Я никогда такого не видел ни в каком другом люксовом внедорожнике. Пара других интересных вещей в задней двери и багажном отсеке. Во-первых, если вы поднимете пол в багажном отсеке, вы увидите, что здесь есть небольшой спрятанный багажный отсек. Как будто багажник в вашем грузовом отсеке. Он как бы скрывает вещи, которые вы не хотите, чтобы кто-то увидел, если заглянет внутрь. На самом деле, он бы спрятал их вообще от кого угодно, если вы даже залезете сюда, и если вы о нем не знаете, только если вы не смотрели это видео. Другая интересная вещь из-за того, что задняя дверь двустворчатая, если вы хотите ее закрыть, вы нажимаете небольшую кнопку, и затем обе части закрываются по отдельности, и как бы встречаются друг с другом в середине, чтобы полностью закрыться. Далее переходим к поворотникам. Они довольно крутые, как спереди, так и сзади. Спереди это просто такая полоса светодиодов, которая загорается прямо под фарами. И раз уж мы заговорили о фарах, то я могу также и показать, как выглядит эта машина с включенными ходовыми огнями. Она имеет такой безошибочно роллс-ройсовский внешний вид, а эти светодиоды добавляют к нему красивый акцент. И говоря о светотехнике и поворотниках, сзади поворотники тоже выглядят очень интересно. Они вертикальные, очень изящные и роскошные. Это роллс-ройсы среди поворотников. Далее мы перемещаемся под капот, и здесь нет чего-то особо примечательного, но я скажу, не так часто вы открываете капот внедорожника, и видите, там гигантский турбированный В-12, 570 лошадиных сил, 850 ньютон-метров крутящего момента. Эта тачка просто монстр. Очень приятный, статный монстр. Далее другая интересная деталь тут сзади находится между дверей. Вот это плашка. На ней написано «Роллс-ройс Гудвуд». На ней есть несколько изображений и серийный номер автомобиля. Когда двери закрыты, вам не видно эту плашку, но когда обе двери открыты, вы можете видеть ее целиком, как сейчас. Она должна показывать и помочь вам запомнить, что все автомобили «Роллс-ройс» собираются вручную в городе Гудвуд в Англии. И, наконец, еще две интересные фишки экстерьера. Первое – это значки РР на колесах. Я уже упоминал это в каждом обзоре «Роллс-ройс», который я делал, но придется еще раз, потому что они такие крутые. У него внутри грузик, поэтому, когда машина едет по дороге, РР всегда находится в правильном положении, чтобы все наблюдатели точно понимали, на чем вы едете. Другая интересная вещь в экстерьере этой машины – это ключ, который выглядит вполне обычно, как вполне стандартный ключ, за исключением того, что у него сзади кожа, поэтому он немного повыше качеством. Что мне больше всего нравится в этом ключе? Для того, чтобы запереть машину, вы нажимаете на логотип «Роллс-ройс», что может и маленький штрих, но, наверное, очень приятно, и когда вы нажимаете на «Роллс-ройс» и просто уходите. Итак, это был всесторонний обзор «Роллс-ройс» Кулинон 2019 года, вероятно, самого дорогого и самого роскошного внедорожника в истории. Как я уже и сказал, водить его я не могу, но я буду водить его уже скоро, и отчитаюсь вам об этом. Но, учитывая невероятный уровень функций, удивительные удобства, если он едет хотя бы отдаленно, как Фэнтом, то, я думаю, можно смело утверждать, что «Роллс-ройс» действительно смогли создать самый впечатляющий, люксовый внедорожник в мире. Перевод и озвучка от студии «Экзосфера». Обзор Кулинон, который не особо... И особенности салага... Обзор Кулинон, который бесспорно самый серийный... Кулинон, который почти наверняка ста... Который почти наверняка станет самым дорогим. Одна из моих самых любимых вещей, которые вы можете сделать с Кулинон, из-за того, что сидения складываются раздельно, здесь есть одна кнопка для левой стороны, одна кнопка для правой стороны, вы можете зажать обе кнопки сразу и поиграть в гонку сидений. Вы готовы? Ладно, поехали. И они стартовали. О, левая отстаёт совсем немного. Наверное, на сантиметр. Давай, ох, левая затормозила, а правая вырвалась вперёд. О, левая лидирует опять. О, вау. Похоже, что левая сложилась всего на четверть секунды раньше. Хорошо сыграно, ребята, хорошо сыграно.